Поддержка Украины стала раздражающим фактором для некоторых политиков, президент Чехии. Поддержка Украины стала для некоторых политиков раздражающим фактором. Однако Чехия и в дальнейшем будет помогать Киеву, об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает РБК Украина со ссылкой на новинки.сизет. Поддержка Украины стала раздражающим фактором для некоторых политиков и граждан. Но России и ее властным амбициям нельзя отступать, сказал президент, по словам Павела, речь идет и о безопасности Чехии, поскольку есть обоснованные опасения, что Россия не будет уважать международное право и будет пытаться все шире влиять на события за пределами своих границ. Если мы не хотим подчиняться, у нас нет другого выбора, кроме как поддержать Украину, напомнил Павел, он также добавил, что у России не должно возникнуть ощущение, что она достигнет своих целей с помощью любой агрессии, Россия может оказаться по соседству со Словакией. И премьер-министр Петр Фиала добавил, что, поддерживая Украину, Чехия поддерживает и собственную безопасность, чтобы в будущем не случилось того, что Россия окажется по соседству со Словакией и увеличит свои имперские аппетиты, на встрече высшие конституционные чиновники Чехии согласились по всем ключевым вопросам и интересам Чешской республики, которые министр иностранных дел Ян Липавский назвал безопасностью и процветанием для страны. Другие заявления Петра Павела о войне в Украине. Ранее президент Чехии Петр Павел заявлял, что Россия может полностью восстановить свою боеспособность в течение шести лет, также Павел говорил, что нынешняя ситуация на поле боя не указывает на то, что Украина может получить военное преимущество, а время идет в пользу России, недавно президент Чехии сказал, что если Запад упустит возможность сохранить поддержку Украины, то следующий год может оказаться более благоприятным для РФ. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.